Перед началом ролика хочу порекомендовать вам компанию Work5. Она может стать вашим лучшим другом, если вы учитесь в универе и не успеваете вовремя написать курсовую или диплом. Work5 выполняет работы любой сложности и, что самое приятное, в срок от 2 часов. Время во время сессии очень ценится. Компания имеет большую сеть с филиалами в 22 городах России. Для подписчиков канала скидка 20% на любую работу по промокоду DOM11. Также можно купить уже написанную студенческую работу. В базе более 80 тысяч готовых работ. Ссылка на Work5 в описании. Валар Моргулис, друзья! Учитывая критику финального сезона Игры Престолов, будет правильно начать ролик фразой, близкой каждому железнорожденному. Что мертво, умереть не может. Это цитата, как никто характеризует последние новости по Игре Престолов. В данном видео мы поговорим обо всех последних новостях, как-либо связанных с Игрой Престолов. Удаленные сцены восьмого сезона, которые могли в корне поменять отношение зрителей к сезону. Отмена одного приквела и анонс другого. Как там стоят дела у Дэвида и Дэна, шоураннеров Игры Престолов. И другие новости. В общем, если вам хоть немного интересна Игры Престолов, видео вам понравится. Начнем с самого интересного. Конечно же с приквелов. Как наверное было известно всем фанатам Игры Престолов, после того, как закончился восьмой сезон, появилась информация о том, что ведется работа над пятью приквелами, сериалами-наследниками. По разным причинам некоторые варианты отсеивались, и из трех оставшихся в лидеры вырвалась Джейн Голдман с идеей снять сериал, который поведает зрителям о событиях долгой ночи. Событиях, которые происходили около восьми тысяч лет назад, задолго до того, как Вестерос стал одним государством. HBO одобрили начинание Джейн Голдман. Было выделено финансирование на съемки пилотного эпизода. Подобран каст актеров, среди которых была и именитая Наоми Уоттс. Этим летом закончились съемки. И вот в конце октября стало известно, что сериал отменен. Данная новость, наверное, потрясла всех до глубины души. Как же так, ведь было проделано столько работы. Да и сюжет вроде интересный, есть где разгуляться. Но имеем, что имеем. По слухам, пилотную серию показали фокус-группе, которая разнесла увиденное в пух и прах. А вслед за ними руководство HBO также остались недовольны. Что именно могло так разневать зрителей, я расскажу позже. Перед этим хочется сообщить о другой новости, более светлой. Нормально не получилось поговорить о подмененном приквеле. Ведь HBO на следующий же день официально анонсировали другой приквел. Дом Дракона. Причем, вместо одобрения пилотного эпизода, как это было у Долгой Ночи, Сейчас был заказан полностью первый сезон, состоящий из 10 серий. Официальной информации пока немного. Есть постер, на котором есть название самого сериала «Дом Дракона» и слоган «Воцарица пламя». А также утверждение, что пилот снимет прекрасно знакомый нам по «Игре престолов» Мигель Сапочник. Он также будет и одним из шоураннеров. Кейси Блойс, президент телеканала, добавил лишь, что HBO будет рада показать происхождение дома Таргаринов и юность Вестероса с Мигелем Сапочником, Райаном Кондалом и Джорджем Мартином. Блой, вероятно, немного оговорился и имел в виду юность не Вестероса, а Семи Королевств. Напомню, что изначально этот проект был подан Брайаном Когманом, одним из сценаристов «Игры престолов». Но тот позже перешел на работу в Амазон. На данный же момент за сценарий отвечает уже вышеупомянутый Райан Кондал. Сериал будет основываться на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», во всяком случае на уже вышедшем первом из двух ожидаемых томов. Можно предположить, что события «Танца драконов» в гражданской войне Таргаринов в первом сезоне затронуты не будут. Скорее всего, покажут эго на завоевателя и то, как он со своими сёстрами с помощью трёх драконов объединил Вестероса в семь королевств. Главное, чтобы с наследником не случилось того, что и с родителем, чтобы сериал не обогнал книги, ведь мы знаем, с какой скоростью Мартин их пишет. Кстати, насчёт книг, Джордж Мартин сказала, что не притронется к сценарию по новому сериалу, пока не допишет «Ветра зимы». А учитывая то, что дедушка уже давал намёк на то, что должен закончить «Ветра зимы» до лета 2020-го, можно предположить, что он близок к финалу «Ветров». Но «Ветра зимы» — это не «Пламя и кровь», по которому снимается приквел, скажете вы. И будете правы. Но у создателей «Дома дракона» есть спасательный круг. Даже если Мартин не успеет выпустить вторую часть «Пламени и крови», есть «Мир льда и пламени». И там уже описана судьба «Дома Таргаринов», только не так подробно. Поэтому не стоит волноваться, что у сериала «Делов» не будет книжного первоисточника. Вернёмся к первому приквелу «Кровавой луне», или как её прозвали в народе «Долгой ночи». Некоторые считают, что её отменили в угоду «Дома дракона», так как типа два дорогостоящих сериала «Наследника» невыгодно снимать, а сюжет с драконами выбрали в угоду фанатов. Правда, Мартин говорил, что на телевидении есть место для скольких угодно сериалов. Также он и хвалил сценарий, который написала Джейн Голдман для своего приквела. Но честно ли был с нами дедушка, или он после провала финала «Игры престолов» почувствовал, что не несёт ответственности за сериал, а лишь получает больше внимания к своему творчеству, но и финансовую выгоду, и решил пойти на сделку с дьяволом, хорошо отзываясь обо всём, что снимают по его творчеству. Издание «The Sun» опубликовало подробности сюжета отменённого приквела, и далее узнав их, каждый поймёт, смог ли бы Мартин просто так назвать это отличным сюжетом, и почему пилот получил такой фидбэк от фокус-группы. Как уже говорилось, события долгой ночи развивались бы 8000 лет назад, как раз во время основания «Дома Старков», один из которых был бы Мулатом. Первый белый ходок должен был быть чернокожим. Вы спросите, как так? Ведь первые люди были белыми. У Джейн Голдман, наверное, есть свои мысли по этому поводу. Главной темой сериала должен был быть колонialизм и завоевание земель детей леса первыми людьми. Ну и не знаю, связано ли это как-то. Над сериалом работали шоураннеры и сценарист Джейн Голдман и режиссёр С. Джейк Ларксон, «Женщины», и сообщается, что в приквеле основной акцент должен был быть на актрисах сериала, среди которых было бы достаточно много лесбийских сцен. Справедливости ради, никаких официальных пресс-релизов нет, и этот сюжет остаётся лишь на уровне слухов. Но у меня нет оснований полагать, что такое издание как «The Sun» будет врать, да и косвенные намёки в виде каста актёров и людей, отвечающих за съёмки, говорят сами за себя. Узнав этот сценарий, становится понятно, почему HBO отменили этот сериал. Честно говоря, я даже рад, что это произошло, потому что после такого, вселенная «Игры престолов» просто бы умерла. Да и это был бы не наследник, а какой-то подкидыш. Хотя сюжет можно было бы придумать хороший, и лишь на мне было бы, наверное, более интересно посмотреть о временах «Долгой ночи», чем о Таргариенах. Но, как мы убедились по финальному сезону, без книжного первоисточника сценарии страдают. Поэтому уж лучше будет то, в чём мы уверены, чем такая невкусная кашица. Кстати, учитывая тот факт, что HBO заказала сразу весь сезон «Дома дракона» безо всяких пилотных серий, можно предположить, что они хотят ускориться. А самый быстрый срок – это 2021 год. Ждём и надеемся на лучшее. К другим новостям. Любимые фанатами «Игры престолов» шоураннеры Дэвид Беннев и Ди Би Уайс сообщили, что они будут работать над созданием новой трилогии по вселенной «Звёздных войн». Напомню, что Дэвид и Дэн в феврале 2018-го подписали контракт со студией Дисней на создание новой трилогии по вселенной «Звёздных войн». Именно по этой причине они захотели так быстро закончить «Игру престолов», хотя HBO были согласны и на 10 сезонов. В итоге, что мы имеем? Дэвид и Дэн испоганили финал лучшего современного сериала из-за своих амбиций, и всё равно не получили желаемого. Историю с белыми ходоками не раскрыли полностью, чтобы показать её в приквеле. Его тоже отменили. Случившиеся с зазнавшимися шоураннерами можно назвать кармой, но у них не всё так плохо. Коричневая субстанция не тонет. Обо всём по порядку. Как уже говорилось, в 2018-м перед премьерой финала «Игры престолов» Дисней заполучил по именению талантливейших шоураннеров современности. Те же, в свою очередь, ослеплены успехом и желанием заработать на Диснея, сливают «Игру престолов». Но, несмотря на огромную критику, сериал получил мировую популярность. И за Дэвидом и Дэном начинают борьбу другие площадки, такие как Амазон и Нетфликс. В итоге победу одержали Нетфликс, заключив контракт на бастословную сумму в размере 250 миллионов долларов. Кстати, они просили такую сумму, в том числе и из-за того, чтобы победить в таком себе соревновании с Лизой Джой и Джонатаном Ноланом, создателями мира Дикого Запада, которые в этом году подписали контракт с Амазон на сумму 150 миллионов долларов. Далее, студия Lucasfilm, понимая, что Дэвид и Дэн не смогут работать над несколькими проектами одновременно, разрывает с ними контракт. Хотя, судя по источникам The Goldwood Reporter, немаловажную роль сыграла и критика фанатов после финала восьмого сезона «Игры престолов». В новых фильмах по «Звездным войнам» нужно было самим придумывать предысторию, а у Дэвида и Дэна это получилось не очень. Основной причиной разрыва их контракта называют нехватку времени у Дэвида и Дэна работать над двумя проектами одновременно. Но известна также информация, что Netflix были готовы подождать, пока горе-шоураннеры закончат свой контракт с Disney. То есть, они могли работать над «Звездными войнами» и всё равно получить свои деньги от Netflix, просто приедя к ним после «Звездных войн». Но они этого не сделали, или же просто придумали такую отговорку после увольнения Disney, чтобы не пасть в грязь лицом. К тому же, Дэвид и Дэннис сообщили о своём прекращении работы над «Звездными войнами» Netflix только в конце октября, хотя это случилось ещё летом. Наверное, пытались набить себе цену. Что мы имеем в итоге? Похоже, что гнев фанатов вылился не зря и сыграл свою роль в их увольнении. Но Netflix подобрали их и подписали контракт, которого они определённо не заслуживают. Такой вывод можно сделать по их интервью, из него становится понятно, какие на самом деле они профессионалы. Там они рассказывают о своей работе над «Игрой престолов». Мне даже противно вставлять их ответы в ролик, если кому интересно, можете почитать по ссылке в описании. В общем, суть заключается в том, что съёмки «Игры престолов» – это для них что-то вроде дорогой киношколы и пьяная вечеринка длиной в 10 лет. Ну и третья, немаловажная часть видео. Сценарий восьмого сезона «Игры престолов» стал доступен в библиотеке гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе, и в нём есть сцены, которые не вошли в конечную версию сериала. То, что их вырезали, ещё раз показывает некомпетентность Дэвида и Дэна, как шоураннеров, ведь некоторые из них могли лучше раскрыть поведение персонажей и изменить отношение к финалу в целом. В самом первом эпизоде мы видим, как к Корлевской гавани прибывает Эурон Грейджой вместе с Золотыми Мечами. По сценарию, лидер наёмников Гарри Стриклэнд заводит с Эуроном диалог о Серсеи. Он говорит, что Джайме Ланнистеру не понравится, что Грейджой собирается переспать с Корлевой. «Она может думать о нём, пока я буду внутри неё. Я не против», – отвечает Эурон. Потом Грейджой спускается в трюм, где держит связанную племянницу Яру. Он целует её в губы, предварительно сказав, что собирается переспать с Серсеей. Дом Корстарков присоединился к Рамси Болтону в битве бастардов. Позже Джон Сноу пощадил его наследницу и сделал союзником. По сценарию, Тион Грейджой добровольно соглашается защищать Брана Старка в роще. Но Джон говорит, что у него не хватает людей. Алис с другими Корстарками решает присоединиться к нему, чтобы очистить имя дома. В серии «Долгая ночь» во время битвы за Винтерфелл у неё тоже есть роль. Она вместе со своими солдатами проверяет рощу на наличие мёртвых. Они следуют за следами и находят ребёнка Вихта. Позже их окружают другие мёртвые дети. Алис бежит. Это последнее её упоминание в сценарии. Тогда как сцена с Эуроном не несёт почти никакой сюжетной ценности, с Алис всё совсем по-другому. Её линия в сериале получилась никакой. Мотив искупления за предательство семьи Старков был бы очень уместным. По сценарию, когда мертвецы пробуждаются в крипте, пара трупов находит прячущейся Миссандею, Лили и малыша Сэма, который никак не может перестать плакать. Мертвецы поднимают мечи, но с криками падают на землю. Санса и Тириан проткнули их кинжалами из драконьего стекла. Как и в случае с Алис, данную сцену нельзя было вырезать. Тириан и Санса очень страдали от того, что им пришлось прятаться, вместо того, чтобы стать на защиту замка. И данный поступок показал бы их храбрость. В Тириане мы не сомневаемся. А вот для образа Сансы это крайне важно. После данной сцены уважение к ней увеличилось бы в разы. В первой серии, когда войска Дейенерис прибывают в Интерфелл, Миссандея говорит червю, что тот явно мерзнет. Тот отрицает, но позже сдается под напором заботы. Миссандея улыбается в ответ. Потом парочка должна была появиться во время шумного застолья в крепости. Их увлеченность друг к другу заставила бы Дейенерис чувствовать себя одинокой. Миссандея во время пира из-под тишка посматривает на червя. Что замечает Дейенерис? Советница видит это и пытается сделать незаинтересованный вид. Матерь драконов улыбается. Она рада, что у парочки все хорошо. Однако ее улыбка тускнеет, когда она видит задумчивого Джона Сноу. Потом она отпускает червя отдыхать. Миссандея пытается улизнуть под предлогом плохого самочувствия. Но Дейенерис видит очевидную ложь. Она немного мочит подругу, но все же разрешает ей уйти. Та чуть ли не бежит. Дейенерис рада за подругу. Но начинает чувствовать себя одинокой в центре общего веселья. Это замечает Варис. Затем мы видим сцену, которая вошла в серию. Тормунд поднимает бокал за короля Севера. Матери драконов становится еще более одиноко. Данные изменения не столь важны. Мы и так поняли, что она почувствовала себя одиноко во время застолья. Но лишними бы они не были. Когда Тириан и Варис в первый раз обсуждают настоящее происхождение Джона Сноу, опытные шпионы интересуются, насколько они могут этому верить. Тириан в ответ спрашивает, Был ли когда-нибудь случай, чтобы не настоящий Таргариен летал на драконе? Вот, но разве трудно было вставить эту фразу в их диалог? Они бы этим объяснили миллион деталей и лишились бы большой доли критики. Когда Джон заходит к Дейенерис в комнату, та сразу же интересуется, о чем он говорил с Варисом на пляже. Джон мнется, но решает сказать правду. Варис знал о происхождении Сноу и предлагал ему стать королем. Дейенерис позже начинает говорить, что в Вестеросии окружает лишь страх. Джон отвечает, что любит ее, она его королева. И всего? Я для тебя всего лишь королева? Спрашивает Дейенерис. Нет, говорит Сноу. Она подходит к Джону и целует его, но чувствует смешанные эмоции. Это вызывает у тебя отвращение? Говорит Дейенерис. Дэнни пытается оправдаться Сноу, но слышит в ответ слова. Тогда пускай будет страх. Это небольшое изменение в диалоге, но оно лучше бы показало, как Джон относится к идее инцеста с родной тетей. В предпоследней серии Дейенерис внезапно как будто сошла с ума и начала сжигать мирных жителей Королевской Гавани. В этот момент мы совсем не видели, что с ней происходит. В сценарии был момент, происходивший после того, как Ария Старк покидала Красный Замок. Дейенерис смотрела на тронную комнату, которую когда-то построили ее предки. Она смотрела на герб Ланнистеров, где когда-то были семиконечные звезды. Она видит это символом того, что было украдено у ее семьи. Это приводит ее в бешенство. В этот момент Дроган начинает разрушать Красный Замок. Данная сцена не совсем объясняет изменение поведения Дейенерис, но все же это уже хоть что-то. На экранах видна ее злость к тому, что отобрали у ее семьи, а не просто уничтожение всего живого. Данный ролик получился длинным, но очень информативным. Делите своими мыслями по поводу услышанного в комментариях. Мне, как наверное и другим зрителям, будет интересно почитать. Также не забудьте поставить большой палец вверх, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Выражаю огромную благодарность за поддержку канала на Патреоне. Ленару Хуснулину, Тимофей Большеву, Ринщи, Ивану Печерице, Курнуса Настене, Алексею Потапову, Ярославу Админу и Саурану Ахмеджанову. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока.